Берите красочку акварельную и вот так, раз, и сюда. Вот, если нет растяжки, подправим. Теперь нам надо сделать внутри черного цвета. Вот, закрыли, теперь нам надо здесь. Там, где у нас отворот, у нас же здесь белый отворот, мы его не делаем. Вот этот белый отворот на нас. Видите? У меня расползается вот такой синего. Потом там, где у вас карандаш, вы чистые. И вы нежным-нежным цветом закрашиваете. Можете вот так сделать эти вот, как лепесточки сюда. Вот. Закрыть надо вот эту линию. Видите, как? И вытечкой разбавить немножко, чуть-чуть, чтобы был нежный переход. Потом берем серединку. Серединку можно любого цвета. Вот у меня здесь, а вот коричневый можно. Посмотрим. Коричневый сделали. Потом берем, не ждем, когда высохнет, берем белый цвет. Здесь берем темпер. Вот так вот. Лучше, конечно, плоской кисточкой, потому что она лучше всего. Вот смотрите, вот так. Видите, как? Раз. Дело в том, что в китайской живописи вообще белым цветом не пользуются. А если пользуются, то только специально покрывным таким составом. И акварель там не ложится. Можно это все делать, конечно, и темперой. Но нежнее смотрится, если у вас оно, конечно, акварелью. А пусть приезжают, мы их научим. Белым пользоваться. Ого, какая прелесть. Так, конечно, потемнее надо, немножко. Раз. Видите? И в голубом цвете то, что я сегодня вам показывала. Можно вот так прямо целево. Какие еще используются приемы? Бледный цвет. Бледный цвет, смотрите. Бледный-бледный цвет. Рисуются вот такие какие-нибудь усики. Рисуются красиво. Я и говорю, зачем это закрепляет? У тебя так хорошо было, ты взялась масло. А теперь уже все розовое. Все розовое. Видишь, хорошо получается. Как открыточка. Надо бельное оставить. Только смотрите, чтобы нигде не оставались капли. Потому что если где капли, то становится мертвое пятно. Вот здесь вот я рисовала у меня здесь акварель и акварель и акриловая краска. Видите, вот акриловая, это тури, тури, тури. Вот, акварель. Здесь два цветка. Но вот пока потренируйтесь. Вот в голубом тоне, в том тоне. Так что вот. Нарисовать цветок объемный. Значит, находим центр листа. Ну, вы знаете, центр листа. И рисуете под наклоном, под углом вот такую вот дыньку. Это середина нашего цветка будет. Видно, да? Делите его не напополам, а чуть больше с одной стороны или с другой стороны. Чтобы не по центру было. Вам понятно? Отходите на ту глубину, которая вам надо. И делайте. Вот я сейчас вам буду показывать, как. Я показывала сегодня, как сделать. Вот с таким наклоном будет у меня цветок сейчас. Вот с таким наклоном. Видите, как? Теперь здесь у меня будет белая, да, вспоминайте. А там будет цвет. Теперь в унисон у меня, как будто бы этот лепесток продолжается. Видите, как сюда вот так. Ну, а там произвольные лепесточки. Лепесточки в эту сторону. Если вы делаете короче, значит, это лепесток вот сюда приподнят. Загнут. Если вам надо вот так загнуть, делайте вот так. Понятно? Можно двойным вот так делать. Пожалуйста, можно вот там закрыть вот это, чтобы не было дырки. Вы набираете, как вы хотите. Дальше веточку вот такую мы возьмем. Произвольно на ней. И листики. Листики я вам еще покажу, как сделать одинарные. Теперь простые листики. Вот такие. Следующий, если вам надо листик. Внимание, смотрите, делайте вот так и вот так. То есть листик вот у вас. Вот так будет. Видите, как? Вот так. Раз, раз. И туда спрятался, завернулся. Это более сложные листики. Я вам пока простые только показываю. Хорошо, да? Еще раз. Вам показать плоской кистью или круглой? Скажите. Круглой. Круглой, хорошо. Круглая кисточка. Вот круглая кисточка. Значит, голубой цветок показывала, сиреневый показывала. Давайте зеленый сделаем. Внимание, работаем. Сначала делаем задний план. Кисть мокрая. Кисть чуть мокрая. Тряпочка обязательно. Вот коньячиком. Смотрите. Один лепесток пошел. Вы можете всю, весь цветок нарисовать одним цветом. Если у вас, для чего тряпочка нужно, раз там, размочил, растащил. То есть обязательно растяжка должна работать в одном направлении. Давайте я следующий уже буду набирать цвет, как я хочу сделать. И вот по карандашу вот так вы и делаете. Если у вас вот такая линия, видите, как вот я вам послал, тут же немедленно намочите ее. Немедленно намочите. Понятно, да? Значит, дальше идем. Здесь у нас белая часть. Мы его закрываем вот так внизу. Видите как? Следующая. Вы можете сделать более светлый цветочек. Можно на полную силу, пожалуйста. То есть вы можете его вот подчеркнуть. Вот так вот. Вообще это делается за один раз. Теперь делаем эту часть. Вот так по карандашу у вас же есть. Вот сюда. Просто так. Раз. Здесь же у вас белая часть, значит у вас должно быть вот так. Это темная часть. Все, сюда. Вот так. И значит, что у меня остается? А теперь серединку мне надо сделать темненькую. Давайте темненькую серединку сделаем. Не залазим на белое. И обязательно растяжка, чтобы было обязательно. То есть сразу же у вас должна быть вода. Рука. Вот так вот все должно. То есть вы делаете постепенно. Здесь не надо торопиться. Здесь надо вот просто вот поодиночке делать. Вот как раз красочку такую. Все. Теперь она пусть это сама. Что вы делаете? Берете тоненькую кисточку. И теперь вот эти карандаши перекрываете жиденькой красочкой. И размазывайте слегка. У вас не должен карандаш быть в виде. Видите? То есть вот где-то у вас вот здесь вот у меня. Вот здесь вот подправить надо. Так аккуратненько. Так делаем. Вот здесь вот так рисуем. Вот так вот. Раз сюда, сюда. Здесь у меня такой-то рам. Лепесточек. Ага, вот еще же у меня здесь лепесточек. Вот этот вот. Вот так вот. Мы его туда. Сходим, а что? Лепесток идет. Вот туда. Все, сделали. Пусть сохнет. Теперь пока сохнет, мы будем делать лепесточки. Из лепесточки сделаем вот такие коричневато-зеленые. Не обрешу. Значит, с одной стороны покрываете. И облегченный вариант сразу, с другой стороны. Это облегченный вариант. Более сложный вариант. Это когда вы с одной стороны делаете. Аккуратненько. И переворачиваете, делаете с другой стороны. Это уже такой более сложный вариант. Так, сейчас мы здесь нарисуем. Теперь используются воздушные линии. Значит, легонечко мы рисуем линию, на котором растет наш цветочек. Делаем водой фактически какие-нибудь линии. Водичкой делаем. Могут быть большими. И теперь нам серединку останется сделать. Но серединку сделаем от коричневого цвета. Я ее затрашиваю. И белым цветом сейчас сделаем. И беленьким цветом получается. Такая очаровательная. Вот такой цветочек очаровательный получается. И еще разживочку делаем на листочках. Темным цветом. Если темный получилось, то делаем белым цветом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому!